Более подробно эту тему обсудим с Александром Кочетковым, это политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению. Александр, рады приветствовать, здравствуйте. Приветствую вас. Давайте сейчас сначала с логической точки зрения, военной точки зрения, нанесение ракетных ударов по территории Российской Федерации западным вооружением, современным вооружением и высокоточным. Как оно может улучшить ситуацию с нарушением логистики российским оккупантам? Ну, смотрите, все это достаточно прозрачно. Кстати, военные говорят, что сложившая ситуация является абсурдной и бестолковой, потому что враг абсолютно безбоязненно, ходя в безопасности, может на своей территории концентрировать войска, собирать технику, проводить учения, все что угодно, готовить ударный кулак, а мы его не имеем права трогать, и только тогда, когда он формально пересечет границу, мы можем пытаться каким-то образом его остановить, но если уже этот бронированный кулак двинулся, то останавливать его значительно сложнее, чем если бы мы не дали ему сконцентрироваться. Подчеркиваю, это говорят натовские военные. Вот эта ситуация абсурдная, она напоминает зоопарк с хищными зверями. Когда хищные звери в клетках, люди на них смотрят, и звери, и люди в безопасности, до тех пор, пока звери не выходят из клеток, вот тогда у людей начинаются проблемы. Абсурдная ситуация, раз. Второй момент, с точки зрения чисто практической, технической, я бы сказал, ну этот запрет, он же не выдерживается, потому что высокоточные американские снаряды, те же «Эскалибур», они бывают, залетают на ту территорию, снаряд не очень разбирает. Перелетел он там через государственную границу, не перелетел. По яйца «Ф-16», они вооружены будут американскими ракетами воздух-поверхность, а «Амрамс», которые летят там до 180 километров, вполне возможно, что какие-то будут автоматически пересекать государственную границу. То есть это не имеет ни инженерного смысла, этот запрет, ни военного смысла. В военном смысле он приносит категорический бред. Единственное, чем это можно объяснить, и об этом, кстати сказать, говорит то, что Штаты отчергивают своих союзников в Великобританию. Я напоминаю, что министр национальных дел Джейбс Кэмерон, министр национальных дел Великобритании, он вроде бы как давал разрешение, а потом это разрешение как бы мягко, плавно дезавуировало министерство иностранных дел Великобритании. Скорее всего, попросили американцы, чтобы они не выглядели нелепо, когда французы готовы разрешать, англичане готовы разрешать, и вдруг мировой жандарм, в кавычках, Соединенные Штаты, почему-то боятся. Единственное объяснение – это политика, к сожалению. Мы видели, как задерживалась военная помощь для Украины именно из-за политических раскладов накануне президентских выборов Соединенных Штатов. Порьба между республиканцами и демократами у них довольно ровная по кандидатам, и тут 1-2-3% имеют принципиальное значение. Американцы не боятся какого-то ответного удара со стороны России, по странам НАТО, по Европе, уж тем более по Соединенным Штатам. Нет, ни в коем случае. Они довольно справедливо опасаются, что Кремль может проплатить каким-то иранским прокси, каким-то исламским террористам, и те произведут нападение либо на посольство в какой-то стране, американское посольство, либо на военную базу какую-то, где-нибудь в Африке. Будут какие-то американские жертвы, и в этом смысле Белый дом немедленно начнет проигрывать в политической борьбе за президентский пост, потому что республиканцы тут же обрушатся с критикой такого решения, и отвечать будет практически нечего. Вот эта проблема, что политика в Соединенных Штатах напрямую влияет и на поставки вооружения, и на разрешение его использовать, это, к сожалению, наша проблема сейчас. Еще один очень важный момент. А что же тогда мешает в целом западным партнерам дать добро на нанесение ударов по территории Российской Федерации с учетом того, что ну куда же еще большей эскалации можно ожидать, когда Путин, он вообще уже не ограничивает себя ничем, запускает по территории Украины абсолютно все возможное вооружение, более того, некоторые ракеты, которые залетают периодически на территории Европейского Союза? Ну, совершенно верно. Плюс я могу добавить к этому, что постоянно идут разговоры, разговоры довольно обоснованные, что Россия пытается вводить оружие в космос и оттуда угрыжать постоянно вот эти утечения с привкусом радиоактивного термоядерного апокалипсиса. Вот это все есть. Честно говоря, все уже устали бояться, практически не боятся об Европе и в Соединенных Штатах, но политически взвешивают союзники Соединенных Штатов. Это, более всего, ведущие европейские державы Великобритании, Германия, Франция. Они просто не хотят рушить некий союзный лагерь. Они не хотят подставлять Соединенные Штаты. Они во многом зависят в смысле безопасности от Соединенных Штатов. Поэтому они вынуждены следовать в Кельваторе, хотя им ситуация не нравится, особенно британцам. Такая ситуация не нравится. Но ситуация должна измениться. Первая такая реперная точка, когда она может, я надеюсь, что она изменится, это в районе Ниженевской, Швейцарской мирной конференции. Вот при подготовке к ней в процессе или сразу после нее может быть принято консолидированное решение, что если там какие-то процессы, какие-то договоренности о коммунитарных вопросах, о ядерной безопасности или о чем-то будут приняты, возможно, подвижка в том направлении, о котором говорим. Ну и уж точно будут подвижки, когда будет понятна ситуация с выборами Соединенных Штатов. Не то, чтобы они закончатся, но когда ситуация станет достаточно прозрачной, Белый дом не будет настолько переживать именно из-за падений или повышения каких-то рейтингов и примет давно ожидаемое решение, на которое, подчеркиваю, даже военные американские намекают, но оно никак не будет реализовано. Ну, в свою очередь, появились намеки, что позиция США относительно трансграничных ударов американским оружием может измениться. Байден может уступить и пойти на этот шаг, по примеру, Великобритания, а в этом пишет агентство Bloomberg. Также в агентство подчеркивают, что такие изменения очень необходимы, чтобы помочь Украине остановить наступление на Харьковскую область и восточные регионы. Сейчас Киев мало что может сделать, чтобы помешать наращиванию войск и техники непосредственно вблизи границ, потому что США выступают против применения их оружия по целям на территории России. ВСУ не могут использовать переданные системы «Хаймарс» и ракеты большой дальности для уничтожения складов боеприпасов и командных пунктов на российской стороне границы, а также для нанесения ударов по другим военным объектам в Российской Федерации. Bloomberg подчеркивает, что такая политика США не имеет морального смысла и становится стратегически разрушительной. Услышим прямую речь и обсудим. Президент Джо Байден считает, что использование оружия США для атак на российскую территорию будет слишком эскалационным. Путин играет на этом страхе, угрожая напасть на страны НАТО, если их вооружение будет использовано таким образом. Но эта угроза сомнительная, учитывая, что нападение на страны Альянса кардинально изменит эту войну. Это уже будет не российско-украинская битва, в которой все еще может выиграть Путин, а конфликт Россия-НАТО, в котором он точно проиграет. Из статьи Bloomberg. И тут важный момент того, если в случае будет разрешение бить по территории Российской Федерации. Давайте подумаем о возможных ответах самой Российской Федерации на это. С учетом того, что российская пропаганда постоянно говорит, что война идет с Альянсом НАТО на территории Украины. Постоянно говорит о том, что вторая армия мира побеждает НАТО, натовскую технику и так далее. Какой же может быть ответ далее? И, понятное дело, это все будет переплетаться с теми нарративами, которые уже были озвучены в российской пропаганде. Что касается того, что позиция Белого дома должна измениться, это, честно говоря, очевидно. Просто когда? Я вам ориентиры по срокам обрисовал. Но то, что она обязательно изменится, говорит о том, даже такой факт, что спикер Палаты представителей Конгресса Джонсон, который, в общем-то, не рвался поддерживать Украину, сейчас занимает достаточно жесткую, проукраинскую позицию и как раз настаивает на снятии вот этого ограничения по применению оружия, которое находится у нас, по территории России. Что касается российского ответа, тут я со всей серьезностью могу сказать, что нет у него практической возможности. У России практической возможности усилить эскалацию просто не остается. Единственные два варианта, условно говоря, то ли Россия начинает каким-то образом вторгаться, условно говоря, в Федеранию, на территорию Пребалктики или что-нибудь, то есть прямая эскалация, в которой, да, тут я согласен с Бумбергом и другими изданиями, тут, конечно, она начнет проигрывать, поскольку она ничего с Украиной сделать не может, а там экономический потенциал военный, ну, несознанимимо больше у совокупного НАТО. Ну и еще один вариант – это попытка применения нестратегического, понятно, потому что в Кремле жить хотят, а тактического ядерного оружия то ли против Украины, то ли против страны НАТО. Это тоже маловероятно, поскольку никто не знает состояние тактического ядерного оружия, да сколько оно эффективно, попытка его применения вызовет ответные действия, и эти действия будут разрушительными, катастрофическими для России, даже если ответ будет не ядерным, а обычным кондиционным оружием. Его очень много, 2000 ракет «Тамакав», ну, просто там камня на камне не оставят. От двух третей вооруженных сил России. Поэтому ответ-то будет, а вот сработает ли тактическое ядерное оружие, не знает ни кто, Кремле в том числе, ни не было, поскольку это крайне рискованный и самоубийственный факт. Сейчас Россия из того, что она владеет, она воюет с максимальной отдачей, она воюет с максимальным усердием, с максимальными усилиями, ничего больше она физически предложить не может. То есть она может увеличить на сотню тысяч голов кусочного мяса, еще там расконсервировать какое-то количество старых анкет, старых танков, но принципиально изменить ситуацию на поле боя она не может. Мы имеем проблем из-за того, что мы несоответствуем по ресурсу России. Она увеличить не может. Мы просто как оставали, к сожалению, при этом позиции, так и отстаем. А да, действительно, западная помощь приходит не всегда так, и не всегда тогда, когда это необходимо на театре военных действий. Это типичная ситуация, когда процессами, важными военными процессами руководят политики. Происходит запаздывание. Александр, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Александр Кочетков, политтехнолог и эксперт по ракетно-ядерному вооружению, был с нами на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин